итак попробуем вскрыть все-таки наши вот эти вот мелкие ушки от того что побывали на море очень сильно прикипели и теперь заржавели грубо говоря и теперь я вот который раз пытаюсь их вскрыть не повредил пластик но у меня никогда не получалось это я вот думаю угла ножниц должно хватить для того чтобы подцепить и и только царапает и все попробуем сейчас с другой стороны зайти это была плохая идея на море поехать не со штатным с этим ремешком за счет того что там очень глубокая посадка 20 миллиметров к это ушка на 20 миллиметров 2 сантиметровая очень глубоко сидит и так есть еще вот такой тоненький пинцет он начинает цеплять но до конца не проходит попробуем взять нож попробуем ножом все-таки как старый дедовские времена боюсь только что ножом можно расковырять тут и ножом подцепить и не получается все и и и и и и и и а вот попробуем скальпелем теперь даже иголкой не получается и 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 это уп одно ушко не двигается просто когда следующий раз поменяю ушки буду ехать на море перед морем нужно будет просто сами ушки в снять аккуратно и положить их в силиконовую смазку а лучше всего иметь на браслете съемные ушки такие как вот здесь которых есть вот ползунок которым можно будет безо всяких усилий взять и двинуть предварительных собрал ну то есть ремешки нужно брать для вас фитбипа 20 миллиметровые уже со встроенным ушком потому что это вообще не дело полгода назад был на море уже раз пять пытался снять нужно приложить кучу усилий для того чтобы аккуратно это все дело попытаться снять мешок конечно хороший вот но очень уж печально ставить такие ушки плохая идея была из старых часов снять ушки можно было бы заказать такие же только вот здесь вот прорезать аккуратно надфилем тоже срезать можно было сточить да и все и поставить немного разогнул кстати эта идея можно попытаться вытащить эти они-то тут цельные или заказать похожие такое впечатление что уголен скоро перетачу железо тупым скальпелем и он сам просто сложится теплым скальпелем и он все там снять вот такой вот 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 ее действительно проще будет преломить наверное постоянно включается и 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 даже скальпель не выдержал как-то скальпели на крутящий момент не выдерживает попробуем строительного ножа сменным лезвием не забываем что она хрупкая может сломаться надеюсь вам такое не придется делать и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Походим с таким стандартным ремешком. А потом закажем ушки, как на стандартном ремешке. Здесь сделаем пропильчики аккуратные. Даже можно будет просто этим самым либо гравером пройтись, либо этим самым алмазным надфилем. На Алиэкспресс стоит заказать нормальные ушки. Ну все. Кому было полезно видео, долгое спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, либо дизлайки. Оставляйте комментарии и не забываем подписываться на канал. Итак, еще раз более наглядно и подробно. Что же мы имеем? У нас одно ушко полностью. Мы скромсали его здесь. И с этой стороны оно не сгибается вообще. Не собирается. То есть вот я прикладываю усилия и ничего не происходит. Второе ушко. Тоже покромсали, но уже более-менее меньше. Оно у нас гуляет. Вот зашло. С одной стороны и теперь не выходит. Ну то есть тут какой-то люфт присутствует. И благодаря этому люфту мы его и сняли. Все. Всем пока. До новых встреч. А да. Чуть не забыл. Минус скальпель, минус одно лезвие. Которое было не жалко. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ